Здесь точно знают залог успешного импортозамещения в корнях – деревьев. В Краснодарском опытном хозяйстве и садоводстве разработали уникальный метод выращивания яблонь без какой-либо опоры. В классической европейской технологии корневая система саженцев располагается под поверхностью почвы, а у наших напоминает якорь, который прочно удерживает дерево в земле. Благодаря этому закладка одного гектара деревьев обходится теперь не в миллион двести тысяч рублей, а в два раза дешевле. Для европейцев нужна дорогостоящая опора и шпалерная конструкция, для нашего не надо. Меньше себестоимость производства продукции, значит рыночные ценовые преимущества. Ну и дальше пошли, естественно, снижение срока окупаемости, повышение рентабельности. Современную технологию, которая позволит уменьшить себестоимость кубанских яблок, показали премьер-министру России. Дмитрию Медведеву рассказывают, урожайность остается такой же высокой, как и при европейском подходе, а вот цена значительно снижается. Да и секрет вкуса кубанских яблок в минимальной химической обработке. У нас всеми новыми правилами запрещена обработка за 24 дня до съема. А там наоборот, они берут контейнер с поля, опускают в раствор с пестицидом, для того, чтобы забить все микротрещины, бактерии и ставят в холодильник. Говорят, ребята, вы что делаете? Оно же сейчас себя впитает. То есть мертвая среда. Они вас не слышат, почему-то. Они говорят, так не мы же есть будем. Ну мы теперь тоже не будем. Потому что наше яблоко берешь, оно пахнет, а их яблоко берешь, оно мертвое. У них на самом деле тоже разное. То, что для себя, там прекрасные сорта, великолепные, только учиться нужно. А все, что естественно на экспорт идет, другого качества, длительного хранения. Краснодарский край стал первым регионом в стране, где решено провести заседание недавно созданной правительственной комиссии по импортозамещению. За время действия санкций на Кубани в отдельных отраслях сельского хозяйства удалось увеличить объемы производства. Например, рекордный за всю историю урожай зерновых. Но без структурных изменений говорить о полноценном импортозамещении пока рано. Вениамин Кондратьев по пути на совещание предлагает проработать поправки в закон о предоставлении земли фермерам. С этого года у них забрали приоритетное право в аренде земли. Земли маловато. Христиане не должны быть малоземельниками. Ну поддержите нас землей. А кто землю-то не дает? Там вообще проблема. То есть фермеры о чем сегодня говорят? Что они хотели бы получать землю без рождения торговли. То есть иначе они не могут никакие торги выиграть, потому что тут же монополисты маркетинские заслуживаются и у них отбирают. Нам-то нужно укладываться. Позиция верховного суда сейчас несколько другая. Она говорит, то же, чем дать фермеру без торговли, делать и публикацию. Можно обсудить это, можно все, давайте попробовать, развернуть в этом направлении. Давайте подумаем. То, что импортозамещение, процесс сложный, не может идти механически, глава Кабмина говорит уже на совещании. Да и не состоит такой задачи любой ценой заместить импортные товары на отечественные. Нужна конкуренция. Важно, чтобы российские компании производили качественную и востребованную продукцию мирового уровня. Пока лучше всего это получается в сельском хозяйстве. Скорректирована государственная программа на период до 20-го года. Из федерального бюджета выделено дополнительное финансирование. Только в этом году на поддержку сельского хозяйства планируется направить почти 240 миллиардов рублей. Ну и в целом мы и в следующий год, и в следующий период поддержку снижать не собираемся. Основное внимание регионам нужно уделять развитию сельскохозяйственной инфраструктуры. И речь идет не только о создании логистических центров, овощехранилищ и заготовительных пунктов. На двусторонней встрече с главой Краснодарского края Медведев говорит о создании комфортных условий для жизни на селе. Нам нужно создавать новые логистические мощности, о которых нас просили аграрии. Создавать пункты хранения, переработки, в общем, вкладываться в инфраструктуру сельского хозяйства. Просил бы вас тоже этому уделять внимание. Но и, конечно, для того, чтобы край развивался, очень важно, чтобы была нормальная жизнь. А нормальная жизнь – это детские сады, школы, реализация программы развития сельского хозяйства, обустройство села. Я знаю, что вы этим активно занимаетесь. Детские сады и иные социальные программы у нас также хорошо сегодня реализуются, благодаря, в первую очередь, программе развития и поддержки села, федеральной программе. И для меня является важным переоретировать краевой бюджет в сторону реальной жизни людей, в сторону деревень, худоров, сел. Очередь детских садов до 1 января 2016 года будет ликвидирована в целом по краю. Школы находятся, конечно, в чуть худшем, но тем не менее, рабочем состоянии. Поликлиническая сеть, амплуатурная сеть модернизируется, но с учетом мнения населения. У вас структура населения такова, что 4,5 миллиона человек проживает в относительно небольших населенных пунктах, в районных центрах. Вот село нужно подтягивать с учетом колоссального потенциала, который имеет сельская жизнь на Кубани, ну и того производства, которое, собственно, там размещено, и тех людей, которые там живут. Именно это и есть тот ресурс, который позволит нарастить объемы импортозамещения в агропромышленном комплексе. Сегодня больше 80% продовольственных товаров, которые потребляют жители Кубани, производят в регионе. А значит, есть возможность обеспечить продовольственную безопасность не только края, но и всей страны. Александр Иванченко, Майя Губа, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.